В Духовной жизни мы ценим негативность. Это противоположность тому, что мы думаем. Нас соблазнил гуманизм. Соблазнили эзотерические лозунги о том, что мыслите позитивно. В позитивности великая сила. В самоутверждении. Поверь в себя. Представь. И все подобные идеи. Но духовная культура — это противоположность этого. В основном, эпидемия этого типа — «сохам», это мантра Майавадинден-персоналиста. Эта огромная, древняя субстанция, которая «совет» и «прометает» всё, и т. д. Высочайшее проявление этого так называемого позитивного мышления — это «сохам». Это мантра имперсоналистов, которую они трактуют таким образом — «то великое, всеобъемлющее, высочайшее я и есть то». Но вайшнавизм, духовная культура — противоположна. Гопи-бартур-падакамалайо-даса-даса-нудаса — до той степени, до какой мы соприкоснёмся с безграничным, приблизимся к нему, до той степени к нам придёт естественное ощущение собственной незначительности. И это не означает недостатка уверенности в себе, но, скорее, правильное понимание собственного положения. И в данном случае мы приравниваем понятие негативности и смирения. И смирение должно быть не позёрством непоказным. Это не должно быть притворством. Но смирение есть естественное следствие ощущения близости к великому. Когда мы по-настоящему реально ощущаем в своём сердце, что мы стали близки к чему-то великому, то естественным образом чувство смирения рождается в нашем сердце. Есть много тому примеров. Если обычный музыкант пообщается с виртуозом, после этого он может выразить такое чувство — «Теперь я чувствую, что я не вправе более прикасаться к своему инструменту». Конечно, он снова возьмёт в руки инструмент. Конечно, он снова возьмёт в руки инструмент. Но всё же это выражение искреннего чувства. Тот человек, обычный музыкант, чувствует, что этот виртуоз настолько бесконечно выше меня, что я естественным образом ощущаю себя так рядом с Ним. В Малдхиалиле читания Чаритамриты Радхарани говорит, «Зачем нужны глаза, если они не видят прекрасный божественный облик Кришны?» А Шукадев сравнивает такие глаза, которые не видят Кришны, с ложными глазами на оперении павлина. Это не настоящие глаза. Это настроение, глубокое чувство. Они говорят, в чём смысл зрения вообще, если нет возможности видеть прекрасный облик Кришны? Зрение было изобретено для того, чтобы видеть Кришну. Слух был изобретён для того, чтобы можно было слышать о Кришне. Они не могут и представить себе, что чувства можно использовать для чего-то другого. Мы пытаемся хоть как-то смириться с мыслью, примирить себе с мыслью, что можно видеть, слышать, обонять и зачувствовать вкус Бога. Но по-настоящему не чувствуем, что это возможно. Хоть мы слышим об этом, читаем в книгах, слышим от великих преданных, но по-настоящему не верим, что это так. Потому что наша вера не развита. Поэтому мы полны скепсиса в этом отношении. Но если мы поверим в слова великих преданных, то целый новый мир, мир нового опыта распахнётся перед нами. И всё это через культуру негативности. Иногда говорят, последоваясь, нама рупагуналила, из святого имени рождается божественный облик Бога. То есть, облик Бога никоим образом не связан с любыми образами, что мы только можем увидеть в этом мире. На самом деле, подобная мысль будет препятствовать, уводить в сторону. Но через слушание, слушание божественного звука, нам является божественный облик Кришны. И царица Рукмини говорит, теперь, услышав о Кришне, я понимаю, что Он самое прекрасное, что только можно увидеть в мире. И теперь, говорит она, я понимаю, для чего мы наделены слухом, для чего мы наделены зрением. И увидев лишь облик божественного прекрасного облика Кришны, я чувствую, что Я получила всё. Эти подобного же рода чувства повторяются и в так называемой самадхи-шлоке Бхагавадгита. Где сказано, получив это, получивший чувствует, Я получил всё. А что говорят Упанишады? Старайтесь получить то одно, получив что, вы получите всё. Но подразумевает ли это какой-то статический, недвижимый опыт или же речь идёт об экстатическом опыте? Гуру Махарадж не мог согласиться с утверждением, что экстаз может быть статичным. Он динамичен, что означает постоянный новый рост, постоянные новые ощущения, развитие дальше и дальше. Гуру Махарадж говорит, что эволюция означает постепенное раскрытие. Это ощущение выражения, раскрытие. Солнце, например, оно находится в одном месте, но мы воспринимаем его как постепенно приближающееся к восходу. Затем первые лучи солнца появляются, первые утренние сумерки и так далее, и так далее. Хотя солнце при всём при этом стоит на месте. Поэтому здесь всё зависит от точки зрения, от восприятия преданного. То есть, когда мы слышим Шрила Кришнадзе Коварадж Гошамми описывая, что, вероятно, есть одна из самых невероятно красивых описаний прошлых временах Махапрабху, он будет конкурировать, говоря, что, что я объяснил здесь, так далеко от того, что это действительно происходит. Это практически не официально. И слыша описание Гаура Лилы от Кришнадзе Коварадж Гошамми, описание, которые, пожалуй, являются самым прекрасным из всех существующих описаний, мы слышим от самого Кришнадзе в завершении, как он говорит, то, как я это описал, это настолько далеко от того, как это было на самом деле, что мои попытки, это практически оскорбление. Когда Шрила Гуру Махарадж дал, пожалуй, одно из высочайших, высочайшие из объяснений того, как Святое Имя действует на повторяющего, следуя за идеями, выраженным актинодом Токуром в его Шаранагате. По завершении этого, Шрила Штар Махарадж сказал, то, что я сейчас выразил, это вакья аппаратха, аппаратха объяснения. Is that what it is really? Or is this the inverted measurement of the depth and magnitude of his appreciation? Или же, скорее, здесь мы можем обратным методом увидеть, насколько глубока степень его способности оценить это. Я помню, как много лет назад я был в Новосибирске. И там холоднее, чем здесь. Может быть, не всегда, но часто. И на улице было, не знаю, может, минус 30. Я никогда не испытывал минус 30, но это сделал мне подумать о абсолютном зерое холода. И для меня это был первый опыт таких холодов. И хоть я не соприкасался с еще более низкими температурами, но подобный холод погрузил меня в размышления об абсолютном нуле, абсолютном минусе температуры. Говорят, что некоторые виды керамики, если их охладить до температур близких к абсолютному нулю, то есть примерно до минус 273 градусов по Цельсию, то они переходят в особое состояние, которое называют сверхпроводимостью. Мне показалось, что это очень интересный пример. Эзотеризм и гуманизм запрограммировали нас думать, что негативность — это плохо, а позитивность — это хорошо. Но здесь сказано, что когда эта керамика охлаждается до температуры близкой к абсолютному нулю, то тогда она становится сверхпроводником. Здесь можно провести аналогию с негативным самоощущением преданного, с его естественным смирением. Когда оно достигает определенного, очень низкого уровня, приближается к абсолютному нулю, то тогда такой преданный становится сверхпроводником, то есть оказывает нулевое сопротивление Божественному Богу. Как в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, «О, Арджуна, ты можешь стать инструментом явления Божественной воли». Но, видите, эго сопротивляется Божественному потоку. Мы призываем, чтобы Божественный поток не зашел в нас, но наше эго сопротивляется. Недостаток смирения, недостаток правильного понимания Божественной природы того, с чем нам довелось и прикоснуться. Тогда как великий преданный, как, например, Кишиндас Кавирадж Гасвами, он говорит, «Я более грешен, чем Джагай и Мадхай, я ниже червя в испражнении». Но, продолжает он, «То, что я говорю вам, то, что проходит через меня, доходя до вас, нет ничего выше этого». Я, быть может, ниже всех, но нет ничего выше этого. И поэтому, учитывая столь глубокое его смирение, мы вправе сказать, что он достиг этого состояния, подобного абсолютному нулю, состояния сверхпроводимости, когда он оказывает нулевое сопротивление Божественному потоку. Когда Шрила Гуру Махарадж вышел из Гаудия Мадха, он посвятил себя подробному исследованию различных писаний на предмет Шаранагати. Шаранагати, или «Самопредание», и создал книгу под названием «Пропанадживанамритам». И там он собрал различные слова, различные чувства, которые выражают разные преданные. Потому что каждый преданный видит свою уникальную грань Божественного, представляет это как-то по-своему. Just as Baladeva Vidyabhushana says in praise of Rupin Sanatana, подобно тому, как Baladeva Vidyabhushana говорит о Rupi Isanatane, Govinda Vidyabhushana says that the jewel, Govinda, Krishna, Krishna is like a jewel in the palm of Rupin Sanatana, and as they rotate the jewel, different facets of, you know, of course, getting flashes of brilliance and illumination come. И он пишет, что Govinda, Krishna, подобен драгоценному камню, что Rupi и Sanatana держат в своей ладони. И они поворачивают этот драгоценный камень различными сторонами, и тогда отблески различных граней сияют, играют с нами. То есть, Rupi Goswami показывает этот камень с одной стороны, Sanatana Goswami с другой. So, two things, you know, not only they're showing some different perspective, different aspects of the infinite, but that the infinite is like a jewel in their palm. Здесь есть два момента. Во-первых, то, что они показывают разные грани одного и того же безграничного, но другой момент, то, что само безграничное стало подобно драгоценному камню, в их ладони. Shri Krishna Karsiniichasah. It's on account of the depth and magnitude of their love and devotion that the Lord can be shown like that by them. So, there's what we can see, and then through the eye, the lens of the devotee. On our own, we're seeing Krishna, God, it's more or less than abstract thing. Когда мы смотрим сами, то Кришна или Бог кажется нам более или менее абстракцией. So, Guru Maharshi introduced the concept of the telescopic system. Поэтому Shri Krishna Guru Maharshi представил эту концепцию, телескопическая система. We're thinking, if you put something in front of the eye, it creates opacity, obstruction. Обычно мы думаем, что если поместить что-либо перед глазами, то это станет препятствием. So, we're seeing the devotee as an obstruction. Мы считаем, что преданный — это препятствие. Creating opacity. Он мешает видеть. An obstruction between myself and the object of my heart's search. Преданный нам кажется препятствием между нами и предметом нашего поиска. But Shri Krishna Guru Maharshi said that the devotee is not like that. Rather, they're like a lens. When you put a lens before the eye, it creates clarity. It brings clearly into focus. And what was far becomes near and clear. But what if there's a devotee, another devotee, another devotee, another devotee? Opacity? No. Telescopic system. A lens on top of a lens on top of a lens brings what is far and remote and abstract and invisible clearly into focus. Но что, если преданных много один за другим за другим? Неужели, может быть, это создает препятствие для зрения? Нет, напротив, это становится телескопической системой, когда то, что было далеким, абстрактным, размытым, становится ясным для нас. I remember, as a child being fascinated by the sky, by the stars, as most are. В детстве, как и многие другие дети, я восхищался небом, звездами. But maybe I had one particular period where I was, like, obsessed. Но у меня был один особенный период, когда я был одержим этим. And my friend, my best friend, his brother got a high-powering telescope, as like a Christmas gift. And he said, come over to our house tonight, we're gonna look at the rings of Saturn. И он сказал, приходи к нам в гости, будем наблюдать кольца Сатурна. And I thought, this is unbelievable. Я подумал, ну, не может быть. Is that actually possible? Неужели это правда возможно? Without having, you know, the observatory telescope. Неужели можно увидеть подобные вещи, как кольца Сатурна, не имея столь огромных телескопов, как в обсерватории? So I remember, we're looking in the sky and just seeing the stars as you generally see them. Ну, я помню, когда мы смотрели в этот телескоп, мы видели звезды, так же, как и обычно, они видны. Maybe someone with a little experience would say, oh, that's Venus, or this is that, or... Быть может, более опытный человек мог бы сказать, а, ну, вот это вы видите, Венера, а вот это еще что-то. And he's pointing in this one direction, saying, that's where Saturn is. Но, наконец-то, он показал в одном направлении и сказал, вот там Сатурн. And it just looks like the regular sky with the stars in it. Выглядело это, как самое обычное небо, с самыми обычными звездами. I get your eyes over it on the key, then. And then we take the telescope, what do you do? Get the star map. Но потом мы взяли телескоп, и что для этого еще нужно? Карта звездного неба. Карта. И тот, кто умеет ориентироваться по карте. You have to put the telescope in this position, according to the map. И тогда нам сказали, что согласно карте, необходимо сейчас направить телескоп вот в эту сторону. And then focus in this way. А потом настроить резкость вот таким образом. Посмотреть в видоискатель. And lo and behold, there is Saturn. И вот, узрите, перед вами Сатурн. Not visible to the naked eye. Он был невиден, невооружен, невооружен. There, right in front of me, right in front of us, but can't be seen. Хотя он был все там же, он был прямо передо мной, перед всеми нами, но мы не видели Сатурна. Вот здесь тоже что-то вроде этого. Кришна прямо перед нами, но мы не видим его. Как Bhaktivinoda Thakur говорит об этом. Что это такое? Как так? Я, Харидас, по своей природе, я слуга Кришны, предназначен, чтобы служить Ему, но рядом с собой, моего Господа Хари, Кришны, я не вижу. Но говорят, что он прячется в пещерах сердец своих преданных. Эти преданные способны интерпретировать атласы, то есть священные писания. И тогда тот самый Кришна, который до этого оказался нам чем-то недостижимым, абстрактным, далеким, вдруг, когда мы смотрим через голоса преданности этих преданных, становится чем-то осяжаемым, видимым для нас. Быть может, Кришна и в состоянии спрятаться от нас, но от своих преданных он не сможет спрятаться. Поэтому народам Дастакур пишет, не пытайтесь обратиться к Кришне напрямую. Примите прибежище его преданного. Тогда Кришна придет сам с собой. Поэтому, Харе Кришна, мы говорим, Харе Кришна, мы призываем имя Ширмати Радхарани, чтобы привлечь Кришну. Если мы не выражаем должного почтения преданному Кришне, то нам говорят, что наша преданность Кришне будет выдумкой. Итак, Ширма Гуру Махарадж в Прапана Дживанамритам собрал различные утверждения преданных, которые, и мы обращаемся к этим утверждениям, к словам преданных, за источником сведений, вдохновения о том, как правильно воспринимать, куда двигаться. Как сам Гуру Махарадж говорит, мы в океане заблуждений. А преданные подобны множеству маяков, которые освещают, указывают нам путь к безграничному. А человеческое рождение сравнивают с кораблем. А Гуру с Капитаном корабля. А Веды — это ветры, что дуют в правильную сторону. Капитан знает, как воспользоваться этими ветрами для того, чтобы лодка достигла своей цели. Поэтому, если мы хотим по-настоящему продвигаться, развиваться в сознании Кришны, то преданный станет для нас самым главным. Преданные, преданные, и их слова, выражения их чувств станут для нас маяками, ведущими нас. И то, что говорят преданные, отзовется в нашем сердце. Маду-самхита говорит, что последнее подтверждение приходит от сердца, изнутри. Поэтому, то, что говорят преданные, наконец, отзовется в нашем сердце, и сердце ответит, да. Есть еще вопросы? Пранава в общем переводе означает ом. Но на самом деле пранава означает Кришна-нам, имя Кришна. Пранава-нанда — это имя, которое изначально давал Сарасвати Такур. В этом изначальном звуке содержится вся ананда, экстаз, счастье. Поэтому мы счастливы видеть, как вы повторяете Кришна-нам. Мой вопрос такой, как Господь Кришна побуждает каждое живое существо к действию, тогда как он сам к этому остается совершенно безучастен? Пранава-сарва-бе-дешу-шабдаке-буду-шамна-шу. Это хороший вопрос. Казалось бы, противоречие. Но Кришне говорят, что он Бхакта-Вацала, он благосклонен к своим преданностям. Испытывает неудержимое влечение к преданности. На другой стороне, он говорит, что он нейтральный наблюдатель. Но когда он нейтральный наблюдатель, а когда он Бхакта-Вацала? Он нейтральный наблюдатель, как Параматма. Вот это его положение непредвзятости. У Панишады говорят, что подобно тому, как две птицы сидят на дереве. На дереве карма-бхалы, плодов кармы. Одна птица поедает плоды. Другая птица наблюдает. Он не вмешивается. У нас есть какая-то совесть, то есть мы слышим какое-то предложение изнутри, что так не делай, а так делай. Но он обязательно остается непредвзятым наблюдателем, нейтральным наблюдателем, чтобы не вмешиваться, не посягать на свободу выбора Дживы. Гуру Махараш цитировал ответ Ганди на вопрос представителей Британии о том, для чего им свобода. Ганди сказал, свобода означает право на ошибку. Даже в Бхагавад-гита, Кришна конклюзирует, скажет Арджуна, «Вимрушаи тадаши шейна ютейши татакуру». Он говорит, Арджуна, представь, что я сделал, подумай об этом, представь это снова и снова, делай об этом полностью, и тогда делай, что ты хочешь сделать. Даже в Бхагавад-гите, в конце ее, Кришна обращается к Арджуне, «Ты услышал от меня все, теперь, пожалуйста, поразмысли над этим всем, а потом поступай, как ты считаешь нужным». Кришна — абсолют. Он мог бы заставить всех подчиняться Ему. Он мог бы принудить слушаться, но не заставляет. Сколь он добр, сколь милостив. Высший, безграничный, абсолют не посягает на крошечную независимость маленьких, дополняющих его бесконечно малых аспектов. Но также в Бхагавад-гите еще Кришна говорит, «Как они предаются мне, так я и отвечаю взаимностью». Если кто-то обращается к Кришне не с открытым сердцем, только в полсилы, то получит соответствующий ответ, в полсилы, не с открытым сердцем. Как в Бхагаватам сказано, что он с легкостью, он, Кришна, с легкостью награждает освобождением, но очень редко дает преданность. Под освобождением в данном случае мы подразумеваем обыденный смысл. Потому что Кришна говорит, что иногда кто-то обращается ко мне, и вроде бы он хочет преданности, как будто бы пришел за этим, но на самом деле хочет другого. Я даю такому человеку освобождение. Этот человек с радостью принимает его, он думает, что «О, вот этого мне и нужно», и с радостью уходит, думает, что ему повезло, как выиграть в лотерею. Но Кришна не награждает таких людей преданностью, потому что за преданность можно купить Кришну. Безграничное подчиняется ограниченному. Кому можно доверить такого рода власть? Только 100% преданному, возлюбленному Кришны. В ком не осталось даже малейших следов склонности эксплуатировать. Но, говорит Кришна, а иногда мои преданные просят меня о чем-то материальном. Но я знаю, что на самом деле они хотят другого. Поэтому не даю. Я даю себя. Прабхапад quoted about himself, a statement in the Bhagavatam. «Если Кришна по-настоящему благословен кому-то, то он забирает у него все». Потому что в этом случае такой человек вынужден принять прибежище исключительно в Кришне и его преданных. Нет выбора. Вот это милость Кришны. А не быть, так сказать, благословленным многими дарами, которые отвлекают. Итак, в роли Параматмы, он нейтральный наблюдатель, но как Бхакта-Вацала, как Кришна, он особо благосклонен к преданным. Эти слова описывают вовсе не нейтральное положение. Здесь Кришна говорит, как он защитит своих преданных, он их палана, защитник. Ведь преданный отказывается от всего, оставляет все и принимает прибежище исключительно у Кришны. ищет Живой Госпами, говорит, что этот аспект, го-тритви-варанам-тадха, это главный аспект преданности, принять прибежище исключительно в Кришне и полагаться только на Него. Неужели кто-то может, правда, подумать, что Кришна менее нежен или заботлив, менее полон любви, чем кто-либо в этом мире? На Ютубе есть видеозапись, где снято, как однажды маленький слоненок попал то ли в зыбучие пески, то ли в болото, так или иначе он тонул и уже должен был погибнуть. Но тут вы видите, как мама слониха подбегает к нему и вытаскивает слоненка. Гуру Махарадж говорит, Кришна, неужели Он что-то меньшее, чем это? Те чувства, что бывают даже в животных, спасать своих. Неужели в Кришне нет подобного? Скорее, Он должен быть бесконечно более любящ, полон любви, нежности, заботы. Поэтому, когда преданный попадает в беду, окруженный кармическими обстоятельствами, то Кришна приходит к ним, чтобы спасти. Он не может оставаться нейтральным, зная, что преданные отказались от всего ради Него. Ради них Он отказывается от нейтралитета. Кришна. 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 Кришна.